Здравствуйте! Это программа События. Мы работаем в прямом эфире. О том, чем жила Самара сегодня, вам готовы рассказать наши журналисты и я, Инга Пеннер. Главные темы выпуска. Погода наладится. Если не на улице, то в домах. Отопительный сезон в Самаре стартует с понедельника. Трепетное отношение к прошлому. Реставрация добралась до Сталина к безымянке. 226 миллионов не лишние. Городская дума пересмотрела бюджет Самары. Расставить все точки нады в Самаре подвели окончательные итоги выборов. Разговор о вечном. На фестивале документального кино «Соль земли» представлена работа нашего телеканала. И в начале выпуска самая долгожданная новость этого холодного сентября. Скоро потеплеет. Но если синоптики пока прогнозами не радуют и бабьего лета не обещают, зато есть хорошие вести от коммунальщиков. Отопительный сезон в Самаре начнется уже в понедельник, 26 сентября. Батареи в первую очередь потеплеют в социальных учреждениях. Жилые дома подключат к теплу в течение двух недель. После чего начнет работу горячая линия, куда можно будет обращаться в случае аварии или проволочек со стороны коммунальных служб. Еще раз повторяю, с понедельника прошу обеспечить районам включение в первую очередь всю социальную сферу. Это больницы, это детские сады и учреждения, где пребывание людей круглосуточным. Я веду разговор, именно это дома ребенка, дома инвалидов и тому подобное. Попрошу обратить на это самое пристальное внимание. Хороший пример заразителен. Большая реставрация в Самаре добралась и до безымянки. Последний пример – 101-й дом на Победе. Здание было построено в середине прошлого века и считается памятником архитектуры. Теперь не только по бумагам, но и по факту дом украшения улицы. Уникальная лепнина вновь появилась на его фасаде. Для ее восстановления подрядчики использовали архивные фотографии и документы. О бережном отношении к истории – материал Марианы Мирной. Дом 1953 года постройки архитектора Кузнецова. Типовая старинка, таких на безымянке несколько штук. Сегодня эти дома являются объектами культурного наследия, но больше полувека они не видели ремонта. На стенах были трещины, балконы разрушались. Вид углового здания на улице Победы оставлял желать лучшего. Чуть больше месяца назад здесь начался капитальный ремонт. Ремонт многоквартирных домов, которые являются объектами культурного наследия, существенно отличается от ремонта обычных многоквартирных домов. В первую очередь потому, что в обязательном порядке на дома-памятники мы обязаны разработать научно-проектную документацию. Научно-проектная документация должна пройти обязательное согласование в управление государственной охраны памятников. Дом на Победе – один из первых, который привели в порядок по программе Фонда капитального ремонта. На восстановление фасада затратили 10 миллионов рублей. Подрядчики заменили штукатурку, покрасили, отремонтировали балконы и восстановили уникальную богатую лепнину и декоративные элементы с растительным орнаментом. Справились за 35 дней. Частично архитектурные гипсовые элементы были разрушены. То есть в нашей организации поднимались архивные данные, которые должны были быть там элементы. То есть делали замеры, все делали. У нас есть гипсовые мастерские, где мы делали формы, наподобие этих форм, которые были. И заново все это из гипса делали. Лепнину покрыли современными красками. Она должна прослужить несколько десятилетий. Жители обновленным обликом довольны. Так же, как и собственники квартир в доме номер 100 по улице Аэродромной, где положили новую кровлю. Конечно, вот я инженер, да, но я же не кровельщик и многие вещи не понимаю. И в принципе все подсказывали, созванивались, все вопросы решались, в общем-то, очень аккуратно, без всяких скандалов. В Самарской области больше 300 домов, которые являются объектами культурного наследия. В следующем году на улице Победы будут отреставрированы дома номер 103, 105 и 107. Мариана Мирная, Григорий Плешаков, События. На полмиллиарда рублей больше, чем в прошлом году поступило в городскую казну. Причем половина этой суммы – это собственные доходы Самары. Депутаты Гордомы сегодня пересмотрели бюджет. Олег Зверев тоже изучил расходные сметы. Плюс 226 миллионов рублей. Городская казна существенно прибавила в весе. Изменения в бюджете утвердили депутаты на 16-м наседании Городской думы. В его работе принял участие глава города. Олег Фурсов поздравил парламентариев с успешным завершением в регионе важной политической кампании. Часть депутатов Городской думы переходит на работу в губернскую. Это заслуженное избрание, это рост, это хорошие очень возможности для вас. Будем надеяться, что вы займете ключевые позиции в Губернской думе. И хотел бы тоже попросить вас помнить о том, что залог успешности города Самары, залог повышения качества жизни горожан, зависит в том числе от того, как работает Губернская дума. В то же время эта победа, это наш общий триумф работы слаженной команды однопартийцев, единомышленников под руководством губернатора Самарской области Николая Ивановича Меркушкина. Дополнительные деньги поступили из федерального и областного бюджетов, причем большая часть прибавки – это расходы на оснащение школы в поселке Волгарь. Еще один социально значимый объект – стадион «Нефтяник». Он был капитально отремонтирован и почти 7 миллионов выделено на проведение мероприятий, направленных на популяризацию футбола. Также 250 тысяч рублей поступили от мецената на ремонт фасадов в историческом центре Самары. 250 тысяч – это спонсорская помощь, которая тоже очень кстати в городской бюджет. И мы приветствуем те организации, которые выделяют сегодня средства и в виде денег, и в виде тех ремонтов, которые ведутся у нас на основных трассах города по обустройству фасадов зданий. Также депутаты утвердили изменения в генплан. Поправки касаются зонирования более 50 участков. Кроме того, утверждена новая схема формирования молодежного парламента. К 15 действующим его членам добавится 27 – это представители внутриградских районов. Олег Зверев, Артем Сулайманов, События. Выбор сделан. В избиркоме Самарской области подводят итоги прошедших выборов в Государственную губернскую думу. Самарская область продемонстрировала высокий процент явки. За партию власти проголосовали более 51% избирателей. Подробнее в нашем сюжете. Завершилась одна из самых масштабных избирательных кампаний за последние несколько лет. Страна выбирала депутатов федерального парламента. Впервые за 13 лет выборы в Думу проводились по смешанной схеме. В 39 субъектах России, в том числе и в Самарской области, жители одновременно выбирали и региональные ЗАГС-собрания. В результате убедительную победу одержала партия «Единая Россия». В целом по стране партия власти набрала более 54% голосов избирателей. На втором месте КПРФ – 13,45%. На третьем ЛДПР, замыкая четверку лидеров, «Справедливая Россия». За нее проголосовали 6%. Еще более убедительными выглядят результаты по одномандатным округам. «Единая Россия» смогла завоевать 203 места в парламенте. КПРФ и «Справедливая Россия» смогли получить 7 мандатов. ЛДПР – 5. Партия Роста и гражданская платформа – по одному. Еще один мандат достался самовыдвиженцу. Прошедшие выборы еще раз подтвердили статус Самарской области как политически активного региона страны. Заявить о своем выборе в воскресенье пришли более половины жителей, имеющих право голоса, а именно свыше 54%. Это самая высокая явка среди регионов, в составе которых есть города-миллионники. Самарская область оставила позади Свердловскую, Нижегородскую, Воронежскую и другие крупные области. Если сравнивать с аналогичными выборами 2011 года, явка в Самарской губернии выросла более чем на 2%. Этот рост перемечателен на фоне общего снижения избирательной активности по стране. В среднем по России явка снизилась на 12%. В то время как в отдельных районах Самарской области – Красноармейском, Клявлинском, Пестравском и Хворостянском – явка превысила 80%. На состоявшихся выборах жители Самарской области активно поддержали курс действующей власти. Число сторонников партии власти в регионе за последние несколько лет существенно увеличилось. За «Единую Россию» свои голоса отдали более 51%. Если сравнивать с выборами 2011 года, тогда за нее проголосовали лишь 39% избирателей. Подобного роста доверия к действующей власти нет больше ни в каком другом регионе страны. Политологи объясняют это тем, что люди поддерживают позитивные изменения в регионе – ремонтируются дороги, строятся школы, детские сады, спортивные объекты. Агитационная кампания проходила в открытой и конкурентной борьбе. Самарская область стала одним из центров выборов 2016 года, приковав к себе внимание иностранных наблюдателей, общественных деятелей и федеральных экспертов-политологов. Все, кто следил за ходом голосования в регионе, отметили его прозрачность и честность. Для их обеспечения использовались современные технические ресурсы. На избирательных участках были установлены видеокамеры. Любой человек в любом месте мира мог онлайн посмотреть ход голосования и подсчета голосов. Виктория Шарая, Марина Матвейшина, События. У полицейских появятся помощники. В Самаре создается новая общественная организация «Будущее 63». Активисты будут помогать ловить наркоторговцев. Речь идет о молодых людях, употребляющих синтетические вещества и распространяющих их. На днях сотрудники МВД задержали шесть торговцев с пайсом. Под адресом задержанных проведены обыски, изъяты синтетические наркотики, оружие и ноутбуки, на которых хранилась информация о схеме сбыта. Предотвращать подобные преступления будут участники движений «Народный контроль» и «Ночной патруль». Их задача – помощь в лечении наркомании и создание условий для здорового образа жизни. Мы должны сегодня четко ставить задачи по вопросам профилактики наркопреступности. Но чтобы это делать совместно с обществом, нужна непосредственно форма общества. Вот мы думали и решили эту форму создать сегодня в пределах главного управления, назвать ее «Будущее 63-го региона» с такой вот символикой. А теперь коротко о других темах дня. Следственный комитет региона начал проверку по факту нападения на полицейского около Тольяттинского избирательного участка. Как мы уже сообщали, в день выборов в автозаводском районе вооруженный ножом мужчина атаковал сотрудника ГИБДД. Тот дважды выстрелил в воздух, а потом в ногу нападающему скорая помощь увезла раненого дебошира в больницу. Причиной конфликта были не выборы, а замечание стража порядка мужчине за курение рядом с лицеем. Отметим, 38-летний Тольяттинец состоял на учете в психоневрологическом диспансере. Вопрос о возбуждении уголовного дела будет решен на этой неделе. В Самаре под колеса трамвая 23-го маршрута попала 9-летняя девочка. ДТП случилось на пересечении Советской армии и Антона Вовсеенко. По словам очевидцев, девочка поторопилась к маме, которая стояла рядом с остановкой и выскочила на рельсы. Водитель не заметила ребенка. К счастью, скорость трамвая была небольшой. Водитель успела затормозить, и девочку не затянуло под колеса. Но она получила травмы. Школьницу госпитализировали на скорой в больницу Середавина. На заводе «АвтоВАЗ» представители Рено-Ниссан проведут проверку. Комиссия приедет 20 сентября. Представители японской корпорации проконтролируют качество сборки и сравняют его со своими стандартами. Иностранные эксперты должны проверить каждый аспект в работе завода. Особое внимание они обратят на линию «Гранта» и «Калина». Кроме того, проверка может затронуть такие модели, как «Ларгус», «Экс-Рей», а также иностранные «Рено Логан», «Рено Сандера» и «Ниссан Альмера». С 29 сентября и до 16 октября в Самарской области пройдет перепись курильщиков. Регион примет участие в исследовании Федерального Минздрава. 9 переписчиков будут работать в Самаре, Тольятти, Безенчугском, Борском, Камышлинском и Ставропольском районах. Каждого сотрудника обеспечат удостоверением, действительным при предъявлении паспорта. Переписчики будут обходить дома, заранее отобранные случайным образом, и опрашивать граждан в возрасте от 15 лет и старше. Новостройки в Самаре подешевели. В то время как вторичный рынок демонстрирует стабильность уже несколько месяцев, цены на новостройки за лето снизились на 1,5%. Заметнее всего подешевели новые квартиры в Красноглинском и Самарском районах. Средняя стоимость квадратного метра в новостройках Самары теперь составляет 51 500 рублей. О том, что принес этот вторник в расстановку сил рубль-доллар, расскажет наш экономический обозреватель Лариса Шалафаст. Здравствуйте! Нефть опять дешевеет. Сегодня за один баррель марки Brent дают 45 долларов 75 центов. Американская валюта продолжает медленно снижаться. На 21 сентября Центробанк установил курс доллара на отметке 64 рубля 75 копеек, евро 72 рубля 52 копейки. Золото стоит 2744 рубля, серебро 39 рублей 91 копейка за грамм. В самарских банках сегодня дешевле всего доллар можно было купить за 66 рублей 36 копеек, дороже всего продать за 63 рубля 24 копейки. Количество безработных в стране за месяц снизилось на 88 тысяч человек, сообщает Росстат. Для тех же, кто по-прежнему без работы, есть новости. Назван размер пособия по безработице на 17-й год. Правительство не будет менять сумму, которая выплачивается сейчас. Минимальный размер пособия составит 850 рублей, максимальный 4900 рублей. А россияне все чаще выбирают отдых внутри страны. Самара попала в топ-10 городов по числу выезжающих отдыхать в пределах России. Мы разместились на пятом месте. Лидирующие позиции предсказуемо заняли Москва и Санкт-Петербург. На этом все. Удачи в делах. Четыре сотни пожарных в одном месте, но ни дыма, ни огня. В Самарском сквере торжественное собрание. Почетное звание заслуженный работник пожарной охраны присвоили сотрудникам МЧС. В регионе более 20 тысяч ветеранов службы и действующих сотрудников. С теми, чья работа подвиги совершать. Пообщалась Марина Кравцова. Никогда не знаешь, что преподнесет очередное дежурство делится пожарной Александр Аникин. За 21 год работы пришлось тушить соки пожаров. И именно самые сложные минуты, когда приходится пробираться сквозь пекло к людям. Не дают сомневаться в выборе профессии. 8 сентября 2005 года. Это общежитие на улице Мальцево, дом 7. Седьмой этаж. И женщина с ребенком, которую я вынес из квартиры горячей. 45 лет на службе в МЧС Николай Кичайкин. Участвовал или руководил процессами ликвидации самых крупных пожаров Самарской области. Вспоминает уникальный опыт. Вспыхнул подземный резервуар с нефтью. В небо взмыл полыхающий нефтяной фонтан. Пожар в Лопатино. Уникальный по тушению в мировой практике. 16-30 тысяч кубов нефти в течение полутора часов был потушен. А я, когда ехал на пожар в воскресенье, жене сказал, на всякий случай прощай. С таких пожаров обычно живыми не возвращаются. Работа на грани героизма достойна высоких наград. Почетное звание «Заслуженный работник пожарной охраны Самарской области» учредили этим летом. События долгожданные, особенно для ветеранов МЧС. Первая торжественная церемония награждения проходит рядом с памятником российскому спасателю, который тоже появился в Самаре совсем недавно. Его установили в сквере напротив Дворца спорта год назад. Пока вручили только три награды. Я думаю, что в ближайшее время награжденных будет достаточное количество, потому что люди, которые, не щадя ни своей жизни, ни своего здоровья, защищают жизнь и здоровье других людей, достойны самых высоких наград. Это высокая оценка труда людей, которые всю свою жизнь посвятили борьбе с огнем. Каждый день подразделения, которые сегодня находятся в этом строю, стоят на защите Самарской области. Новое почетное звание ко времени 2016-й юбилейный год. В октябре исполнится 175 лет с момента создания Самарской пожарной охраны. Марина Кравцова, Григорий Плешаков. События. Познакомиться со своей родословной, изучить исторические документы, получить госуслуги по интернету, но вскоре пользоваться данными из госархива жители смогут, не выходя из дома. Специалисты со всей страны съехали с Самару, чтобы обсудить, как сделать документы оборот доступным и удобным для пользования. На федеральном съезде работников архива также рассказали, как происходит отцифровка данных и познакомили с уникальными документами, которые хранятся в Самаре. Репортаж Алины Чемерис. На этой фотографии Юрий Гагарин дает автограф корреспонденту газеты «Красная звезда». Снимок уникальный. Сделан он сразу после приземления космонавта в Саратовской области. В госархив он попал благодаря человеку, который стал свидетелем этого события. Фрагмент летописи о застройке Сызрани, формуляр о службе и достоинствах Дениса Давыдова, выписка из метрической книги о бракосочетании Ленина. В Самарском архиве хранится более двух с половиной миллионов документов, самые старинные, родом из 17 века. Перед вами, например, указ царя Алексея Михайловича Казанскому воеводе Боярина Морозову о поместных владениях в Казанском уезде. Документ написан очень специфическим письмом. Это письмо делопроизводства второй половины 16-18 века, так называемой скоропись, на которой писали дзьяки, то есть канцелярские работники приказов будущих министерств. И вот он очень с трудом читается. Это один из самых вообще сложных для чтения документов. Особо ценные и востребованные документы самарские архивариусы перевозят в электронную форму. Для этого создана специальная информационная система. В ней сейчас хранятся свыше 100 тысяч документов. Это 19 миллионов листов. Оцифровку производят на современном оборудовании, способном отсканировать подшивки документов высотой до 50 сантиметров и весом до 50 килограммов. Чтобы обсудить особенности хранения документов и работы с ними, в Самару съехались архивариусы из 66 регионов страны, а также из Армении и Белоруссии. Всего более 200 человек. Главный вопрос, как сделать архивные документы доступными для всех граждан, чтобы работать с ними было легко и удобно. В исполнении социальных правовых запросов услуга сейчас на начальном этапе только в электронном виде. Люди оформляют заявление. Нам важно, чтобы люди в электронном виде получили результат. Чтобы можно было электронной цифровой подписью заверить документы. Человеку не нужно было ехать за оригиналом, скажем, в МФЦ или в госархив. В скором времени любой желающий прямо с домашнего компьютера сможет изучить уникальные документы или узнать историю своей семьи. Алина Чемерис, Сергей Баскин, События. Фильм телеканала «Самара ГИС» под знаменем дружбы стал номинантом престижного фестиваля документального кино «Соль земли». Эта площадка уже в девятый раз соединила кинематографистов из самых разных городов России, Белоруссии, Киргизии, Сербии и Испании. Авторы представят свои работы на суд строгого жюри, а также широкой публике. Взрители смогут бесплатно посмотреть на картины на большом экране. На открытие фестиваля побывала Марина Матвейшина. 140 лет – это целая история. Другой была та Болгария и болгары. Другими были Россия и россияне. Другая стара Загора, другая Самара. Но память о тех годах жива и сегодня. И в Болгарии, и в России. Фильм «Самара Гиз» стал номинантом фестиваля документального кино «Соль земли». Картина рассказывает об истории возникновения побратимских отношений между Россией и Болгарией. Работа над фильмом, признаются его авторы Михаил Перепелкин и Олег Поломеев, принесла много неожиданных открытий. Может быть, Самара для этого и была в 1586 году основана, чтобы в 1877-1878 годах подарить это знамя, под которым Болгария завоюет свободу. Вот мне кажется, что это очень точные слова. Если нам удалось это передать, то я был бы очень счастлив. В этом году на фестиваль «Соль земли» прислали свыше 200 работ. В конкурсную программу вошли только 43 документальные картины, пять из которых – самарские. Те, кто просто попали в номинации, в общем-то, могут считать за счастье, потому что очень строгий отбор и очень высокий уровень, тем более тех работ, которые потом будут уже примированы. Фестиваль документальных фильмов «Соль земли» проходит в девятый раз. В течение всей недели самарцы и гости города на бесплатных киносеансах смогут познакомиться с лучшими образцами современного документального кино и пообщаться с гостями фестиваля, народными и заслуженными артистами, а также авторами работ. География участников фестиваля «Соль земли» в этом году весьма обширная. От Хабаровска на Дальнем Востоке до Бильбао – это теплая, солнечная Испания. И от Петрозаводска на севере до южных пределов России – города-героя Севастополь. Фильмы еще раз доказывают, говорят члены жюри, что, несмотря на разные условия жизни, людей волнуют одни и те же вопросы. О жизни, смерти, любви и ненависти, верности и предательстве. Лучший фильм, направленный на утверждение государственности, получит приз губернатора. Кроме того, в этом году учрежден еще один приз – главы города Самара. Итоги подведут в пятницу в Доме культуры железнодорожников. Марина Матвеевшина, Григорий Плешаков. События. Новости спорта в эфире. Я передаю слово Сергею Кизоркину. Здравствуйте. Я Сергей Кизоркин. И значит, вы смотрите «Самарские новости спорта». Овациями в аэропорту Курумыч тольяттинские спортшкольники встречают своего кумира – земляка Сергея Сухарева. Пловец завоевал золотую медаль альтернативных паралимпийских игр. В Подмосковье Сухарев на дистанции 50 метров вольным стилем, кроме того, установил новый мировой рекорд – 27,66 секунды. Конечно же, я довольный. Автокатастрофа летом 2005 года разделила жизнь Сергея Сухарева на «Дон» и «После». В той жизни подающий надежды спортсмен, чемпион Тольятти по плаванию. В этой – 13-летний подросток, которому пришлось заново учиться улыбаться, ходить, говорить и плавать. Он преодолел все. В 23 выиграл чемпионаты России и мира, готовился побеждать на паралимпиаде в Бразилии. Но Международный комитет игр запретил ему сделать это. Четыре года упорных тренировок, которые вообще в сравнении не идут с тренировками, наверное, здоровых спортсменов, потому что здесь преодоление в том числе своего заболевания. И медаль, и мировой рекорд. И все понимают, что эта медаль могла быть золотой паралимпийской, но пока такой не стало. Поэтому, конечно, для нас это очень важная победа. На альтернативной паралимпиаде в России Сергей Сухарев решил доказать всему спортивному миру, что пасовать перед трудностями не в правилах российских атлетов. На водной дорожке в Подмосковье ему не было равных. Он сражался в первую очередь с самим собой. В итоге Сергей улучшил свое время и установил мировой рекорд. Впервые он проплыл быстрее 28 секунд. Мировой рекорд стоял 8 лет. И на этих соревнованиях, конечно, обидно, что мы не попали в Рио. Если бы мы выступали в Рио, где были бы полные трибуны, было соперничество, Сергей знает своих соперников очень хорошо, то, конечно, я думаю, он бы все сделал, чтобы выиграть и показать еще более лучшее время. Мировой рекорд тольяттинца в Бразилии побили двое. Китаец на 0,4 секунды. Он выиграл золото. Серебро досталось украинцу. И его результат всего на две сотые лучше Сухарева. Тренировки у рекордсмена мира по плаванию продолжаются. Впереди чемпионаты страны и мира. А через четыре года Паралимпиаду встретит Япония. Спортсмены надеются, что к этому времени Международный паралимпийский комитет разберется с допинговыми скандалами и допустит сборную России к играм в Токио. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой. На этом наш выпуск завершен. Удачи вам. Увидимся. Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok